Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, из публикации 2000-2001 года встречаются 3 мутации. В скандинавских странах 7 мутаций встречаются. В Финляндии 2 мутации. И в России тоже отмечено, что встречаются 3 мутации Генберка-1. Ну и наибольшее количество мутаций было отмечено в Италии. И мы это тоже прекрасно понимаем. Само развитие Италии, что происходили войны, Римская империя была, передеселение народов было. И мы предполагаем, что мутации, которые от других народов, тоже могло перейти на эту территорию, на территорию Италии. В России же мы используем ПЦР-тест, исходя из того, что наиболее часто встречаются именно эти мутации. Наиболее встречаемые мутации это 8 мутаций, 7 мутаций Генберка-1 и Генберка-2. Исходя из этого, создана тест-система, которая используется во всех онкологических диспансерах. И мы тоже эту тест-систему используем уже многие годы. И нужно отметить, что данная тест-система разработана исходя из того, что именно эти мутации наиболее часто встречаются в данной популяции. И давайте тогда мы посмотрим, какие же народы встречаются у нас в Российской Федерации. Карта Российской Федерации представлена на экране. И действительно, наибольшее количество населения – это славянская группа. Но мы на карте отмечаем, что есть и другие национальности, начиная от Калининграда до Чукотки, до Камчатского края. Разные национальности встречаются в нашей стране. Наша страна тем и богата, что разные народы проживают на этой территории. И, конечно же, мы можем предположить, что и предполагаем, и мы это видим в своей работе, что представленная тест-система, ПЦРТ-система, возможно, неэффективно будет использована в разных регионах нашей страны. И давайте посмотрим. На самом деле, наибольшее количество представителей – это русские. Второе место занимают татары. Украинцы – третье место. Четвертое место – это башкиры. Так как я говорю о башкиры, мы на этом более подробно остановимся. Это по результатам переписи населения 2010 года информация. Но, кроме того, есть и другие национальности, которые проживают в Российской Федерации. Их достаточно большое количество, больше 40 национальностей. И нужно отметить, что действительно браки между людьми обычно происходят в одном регионе, между представителями одной национальности. И, конечно, мутации, которые могут встречаться у других национальностей, в эту национальность могут и не войти. И мы, используя определенную тест-систему, можем не находить конкретной мутации, которую мы исследуем в своей практике. Говоря о Республике Башкортостан, хотелось бы представить тоже карту Республики Башкортостан. И население, которое там проживает, это 4 миллиона человек проживает на территории Республики Башкортостан, который занимает седьмое место в России по численности населения среди всех регионов Российской Федерации. И также в Республике Башкортостан проживает разные национальности. Такое же количество, большое количество, как и во всей России. Наибольшее количество – это русские, второе место занимают башкиры, третье место занимают татары. И эта информация, опять же, по результатам переписи населения 2002 года. И какая же у нас картина на 2010 год? На 2010 год структуры национальности сохраняются примерно на том же уровне. Львина и доля – это русские, второе место занимают башкиры, татары и другие национальности. Достаточно большое количество национальностей, более 40 национальностей проживают на территории Республики Башкортостан. И все эти жители Республики Башкортостан заболевают злокачественными новообразованиями, разными. Первое место среди злокачественных новообразований в структуре заболеваемости занимает рак малышей железы. Далее рак легкого, рак кожи и другие локализации также представлены на слайде. Но по смертности рак малышей железы занимает третье место. Так как мы говорим о раке малышей железы, то давайте более подробно посмотрим информацию о заболеваемости рака малышей железы в Республике Башкортостан по сравнению с Приволжским федеральным округом и Российской Федерацией. Действительно, если мы эту ситуацию оценим, то отмечаем, что среди всех выявленных пациентов определяются и пациенты с четвертой стадией. И среди всех этих пациентов, независимо от стадии, от первой стадии, вторая, третьей, четвертой стадии, у всех пациентов могут встречаться телейные и герминальные мутации. Мы отмечаем, что в 2018-2019 году был 1649 и 1801 пациент, выявлено в Республике Башкортостан диагнозом рака малышей железы. В 2020 году чуть меньше, в 1076. Такую же картину мы наблюдаем и в Приволжском федеральном округе, и в Российской Федерации. То есть уменьшение впервые выявленных пациентов с раком малышей железы. И давайте обратим внимание на динамику заболеваемости на рак малышей железы в Республике Башкортостан. Нужно отметить, что действительно наблюдается рост заболеваемости данной патологии до 2019 года. Кроме того, нужно отметить, что количество пациентов, стоящих на учете, тоже растет. И среди этих пациентов нужно отметить, что могут встречаться больные с герминальными мутациями, у которых имеется риск развития второго рака, у которых особенности течения заболевания отличаются от общей популяции. Кроме того, нужно подчеркнуть, что количество пациентов, стоящих на учете 5 и более лет, тоже в динамике растет. В Республике Башкортостан. Ну и давайте обратим внимание на тот важный момент, что среди всех этих пациентов, которых мы с вами рассмотрели, в 2019, 2020, 2021 году, среди них встречаются больные, которых рак малышей железы имеет генетическую зависимость. И под литературными данными это составляет примерно 5-10% пациентов. Кроме рака малышей железы, при наличии герминальных мутаций в генах БРК-1 и БРК-2, как уже было отмечено неоднократно Евгением Наумовичем, могут развиваться локачественные новообразования других локализаций. И действительно, если эту информацию экстраполировать, исходя из количества заболевших пациентов в Республике Башкортостан, к тем процентам пациентов, которые могут иметь генетическую зависимость, то мы получаем, что в Республике Башкортостан на 1678 пациентов примерно 167 пациентов могут иметь герминальную мутацию, которая способствовала развитию рака малышей железы. И, конечно же, среди носителей герминальных мутаций, если экстраполируем эту информацию, то среди больных раками яичников 68 пациентов тоже могут быть носителями герминальных мутаций. А что же дает знание, информация о герминальных мутациях у здоровой популяции? Нужно отметить, что у здоровой популяции, у носителей герминальных мутаций кумулятивный риск развития рака малышей железы в общей популяции составляет 10%. А вот у людей, которые являются носителями непосредственно, кумулятивный риск развития в течение жизни рака малышей железы достигает до 80%, чтобы рака 1, чтобы рака 2. Мы также отмечаем, что имеется кумулятивный риск развития рака яичников в течение жизни у здоровых носителей герминальных мутаций в гене БРК-1 и БРК-2. Кроме того, нужно отметить важное значение генетического тестирования больных на наличие герминальных мутаций в гене БРК-1 и БРК-2. Мы уже отметили, что для рака яичников данные мутации встречаются 12-12% случаев. По разным литературным данным, разная информация, для рака малышей железы от 5 до 10% случаев, тестирование БРК-1 для больных дает возможность индивидуализировать лечение, позволяет проводить раннюю профилактику рака другой локализации. И на сегодняшний день среди пациентов с первичным множеством рака малышей железы и раками яичников у нас имеются 35 пациентов, которые являются герминальными носителями герминальных мутаций в гене БРК. А для здоровых носителей это дает возможность проводить профилактические монитория выявления ранних стадий заболевания. И действительно, если пациенты осведомлены, если здоровое население осведомлено, что у них есть герминальные мутации в гене БРК, то они уже насторожены и уже на ранних стадиях можно проявлять риск развития рака малышей железы. Ну и почему же важно расширение популяции пациентов для тестирования, для определения герминальных мутаций в гене БРК? Это в первую очередь дает более раннее выявление рака малышей железы. И нужно отметить, что на 20 лет раньше развивается рак малышей железы у носителей герминальных мутаций, чем в общей популяции. Кроме того, риск развития рака малышей железы у 8 из 10 пациентов при семейном онкологическом анамнезе наблюдается. И до 90% пациентов имеют риск развития рака малышей железы до 70 лет. Кроме того, у носителей герминальных мутаций имеется риск развития второго рака. То есть у них могут быть первичные множественные злокачественные новообразования, которые тоже могут быть ассоциированы наличием герминальных мутаций в гене БРК-1 и БРК-2. И тем не менее, нужно отметить, что герминальные мутации в гене БРК-1 и БРК-2 обнаруживаются в среднем в 6% случаев всего рака малышей железы. И опять же, это по представленным данным из литературных источников. Соответственно, с клиническими рекомендациями мы пациентам назначаем ПЦР-тестирование, которое используется во многих регионах нашей страны. Не у всех есть возможность использовать НЖС в метод тестирования. И соответственно, с клиническими рекомендациями, если у женщины с подвержденным раком малышей железы, моложе с РК-5, то кровь направляется на определение герминальной мутации в гене БРК-1 и БРК-2. У женщин с моложе 60 лет с ранним негативным фенотипом рака малышей железы тоже имеются рекомендации для тестирования. При первичном множественном раке малышей железы назначается данное исследование. И, конечно же, всегда нужно помнить, что у людей с отягощенным семейным анамнезом тоже есть необходимость ПЦР-тестирования для определения герминальных мутаций. Но при этом нужно отметить, что ПЦР-тестирование не подходит не всем. В соответствии с клиническими рекомендациями 2021 года было отмечено, что БРК-тестирование следует назначать с учетом этнических принадлежностей пациента. Если не славянской национальности пациента, конечно же, нужно назначать НЖС-тестирование. Если методом ПЦР не выявлена герминальная мутация у пациента, а семейный анамнез отечествен, то также рекомендуется назначать НЖС-тестирование нового поколения. И, соответственно, мы приходим к такой таблице, где пациентам, исходя из того, к какой группе они относятся, назначается или же ПЦР-тестирование, или же НЖС. И при этом только у каждой десятой пациентной славянской популяции выявляется 8 мутаций, которые в тест-системе имеются. Один из 8 мутаций, которые имеются в тест-системе, методом ПЦР определяется. И для генетического тестирования, конечно же, мы используем разные возможности. направляем биоматериалы для тестирования как в наш медиогенетический центр, так и используем возможности направлять материалы на медицин-онкологию имени Петрова. И, конечно же, используя разные возможности, направляем их в другие лечебные учреждения при необходимости. И как же у нас организована система определения герминальных мутаций, или же самотейских мутаций в Республике Башкортостан? Говоря о герминальных мутациях, нужно отметить, что мы выявляем группу риска пациентов, создается реестр пациентов, блоки микропрепаратов или же кровь направляются на ПЦР-тестирование, которое выполняется в Республиканском медико-генетическом центре. И, опять же, нужно подчеркнуть, почему мы используем ПЦР-тест, и вся Россия в основном использует ПЦР-тестирование, потому что именно ПЦР-тестирование оплачивалось ОМС. Сейчас появляются возможности, чтобы НЖС оплачивали, но, тем не менее, используя данное тестирование, если мутация не выявлена, пациенту рекомендуется врач направлять блоки микропрепаратов и кровь на НЖС-тестирование. Пациенты без мутации, конечно, идут на стандартную терапию скрининг, а если выявлена мутация, то им индивидуализируется лечение, назначается при необходимости и парпингивитора, и подходы к терапии меняются. Вопросы вторичной профилактики, второго рака тоже возникает в этой ситуации. Родственникам пациентов в этой ситуации мы рекомендуем тоже пройти молекулярно-генетическое тестирование по определению герминальных мутаций. Если, конечно, имеется герминальная мутация у здорового человека, у здорового пациента, то им рекомендуется, конечно, профилактические мероприятия и скрининг. Какая же у нас ситуация в Республике Башкортостан? С 2014 года по настоящее время мы пациентов направляли на молекулярно-генетическое тестирование и в основном проводили ПЦР-тестирование. Обращаем внимание, что в 2014 году из 162 пациентов, у 3% пациентов было выявлено герминальная мутация генерального БРК. Еще раз хочу подчеркнуть, что в основном были направлены пациенты молодого возраста, пациенты, у которых был отягощенный семейный анамнез, или же трижды негативный рак молочной железы. И в течение нескольких лет с 2014 по 2020 год мы отмечаем, что частота встречаемости мутаций у пациентов с отягощенным семейным анамнезом наблюдалась у 3-4% пациентов. И если все это проанализировать с 2014 по 2020 год, то мы отмечаем, что у 3,6% пациентов выявлена герминальная мутация. Мы с вами помним, что в Республике Башкирстан проживает как славянская группа, так и татары, башкиры и другие национальности. И действительно, анализируя всю эту информацию, в основном пациенты относили себя к русским, у которых выявлена данная мутация. Но хочется отдельно подчеркнуть, что среди тех пациентов, которые были направлены на молекулярно-генетическое тестирование методом ПЦР, те пациенты, которые отмечают, что они башкиры и татары, тоже выявлены методом ПЦР, тоже выявляя данные мутации. И давайте более подробно посмотрим, какие же мутации мы выявляли у пациентов. Из восьми возможных вариантов, которые используются в ПЦР-тесте, нами было выявлено четыре основные мутации. Наиболее часто встречается у 78% пациентов, это 80% пациентов из 102 появленных мутаций. Мутации 53-82 встречаются. Второе место занимает 300, это тиминогуанин замена, у 14% встречается. И остальные мутации уже рыжие встречаются, с 41-53, 38-19, рыжие встречаются. У нас, кроме того, была возможность часть пациентов направлять на НЖС метод исследования. И 100 пациентов было направлено на это тестирование. И нужно отметить, что у 28% пациентов была выявлена мутация данным методом. У генов БРК-1, БРК-2, ЧИК-2, ПАЛ, РАД-50. И мы отмечаем, что на самом деле встречаются и другие мутации, которые мы не можем выявить методом ПЦР в нашей популяции. И говоря о тестировании пациентов с раком малышей железы, с другими локализациями, хочется привести генеологический древо пациента, который к нам обратился, красным цветом выделил, к нам обращается больной с диазмом ракопрестательной железы. У него была настороженность, что он тоже может заболеть раком, потому что у него была информация, что многие родственники болеют то раком желудка, то раком молочной железы, то раком поджелудочной железы. Это дядя и тетя, мы отмечаем, болели у пациента. Родная сестра болела раком молочной железы. И пациент с этим тоже был насторожен. И когда у его сестры, когда к нам она обратилась, был выявлен раком молочной железы, она была направлена на молекулярно-генетическое тестирование, и у нее была выявлена мутация 5382. И он тоже в связи с этим прошел тестирование по платным услугам, и также та же мутация была выявлена. У этого пациента была настороженность, что у него тоже может развиться рак в какой-либо локализации. И в последующем проблемы начались у него с мучающим спусканием. Он где-то полгода с лишним наблюдался у уролога, и из-за своей настоятельности, раньше из-за своей настойчивости чаще проходил тестирование ПСА, простатспецифичный антиген определялся у него, и было отмечено, что он растет. И в последующем у него действительно был выявлен на первой стадии рак простатинной железы. Следующая ситуация, когда у пациента был выявлен рак молочной железы, и у пациентки, действительно, среди родственников пациентки тоже отмечается наличие локализационного образования. Информацию не о всех пациентах мы можем собирать, не все пациенты владеют информацией, кто очень болел из их родственников, но тем не менее, те родственники, которые в последующем желают пройти тестирование, мы можем дать им рекомендации, и они, соответственно, могут определять наличие герминальной мутации у них, и в последующем тоже на ранних стадиях у них можно выявить наличие локализационного образования. И завершая свой доклад, хочется отметить, что необходимо расширять пул пациентов для БРК-тестирования, для определения герминальных мутаций в генах БРК, и, конечно же, для нашей территории, конечно, стоит рассматривать метод НЖС, который позволит нам более широкий спектр мутаций выявить в нашей популяции, и в последующем, возможно, чтобы удешевить сам механизм тестирования, стоит рассматривать для конкретной нашей территории другой набор ПЦР-тестов. И при раннем выявлении герминальных мутаций у здоровья популяции, конечно же, мы пациентам можем рекомендовать раннюю профилактику или же раннее выявление злокачественных новообразований. Уважаемые коллеги, спасибо большое. Продолжение следует...